Межреспубликанский чемпионат по пожарно-прикладным спорте с поборницей из великой истории. Летость турнир прошел в Бранску и на им гомельчане были первыми. Правда, представники Шарниговской области в Россию тогда не приехали. У Гомеля все три команды собрались снова, причем шмат, кто зудельников привез с собой родных и детей. Организаторы такую семейность витают. Неформальные относины, кажутся, допомогают усталевать помеж вортовальниками больше тесные контакты. Общаются спортсмены, общаются дети, общаемся мы. Все это залог гарантии того, что наши трансграничные вопросы, связанные с предупреждением к дациям чрезвычайных ситуаций, они будут решаться четко, быстро и грамотно. В программе турнира по пожарно-вортовальному спорте на Кубок Сябровство три вида с поборництва. Подъем по штурмовой лестнице, те, как его еще называют вежа, бодай самые экстремальные. Необходные без страховки, как могла худшей досягнуть четвертого поверха. Лепший выник – 13,77 секунды. Розница с усветным рекордом – амаль полторы секунды, а Лео Гомель таких высоких выников никто и не чекает. Урештись, а родголовный задат шемпионату – повышение профессийного мастерства и обмен вопытом. У основе подрыхтовки вортовальника у трех краин по сутности одна система, а Лео Кожанга есть свои напрацовки. Мы общались и с представителями и Республики Беларусь, и Российской Федерации. В принципе, все та же самая подготовка, какая она была еще с Советского Союза, она осталась практически и в Беларуси, и в Украине, и в Российской Федерации. Организаторы турниру подкресливаются. Зараз помеж подразделениями МНС приграничных районов по ранейшим заховываются Сябровские и деловые относины. Объедновывать намагание по ликвидации надзрешенных ситуаций все лето, правда, не приходилось, але постоянный обмен информацией отбывается. Совместных действий у нас пока не было, но это и хорошо. Пожары в районе наших границ своевременно обнаруживаются и своевременно тушатся. Но взаимодействие у нас налажено, очень тесно общаемся, обмениваемся информацией, поэтому я думаю, что населению переживать не стоит. В районе России и Беларуси все под контролем и своевременное реагирование обеспечено.